Попробую, попытаюсь объяснить. Для кого-то, наверное, это будет оправдание, я просто объясняю. Вы ждали этого момента? Четыре. Нет. Пять тысяч лет. Я вас услышу. Да! Держите свой обещанный ролик. Че надо? Сюда. Сюда. Топ-байтюберов 2023 года. Ну ладно, вы уже и так натерпитесь этого тупого юмора. И я вас категорически приветствую. Вы на канале Синчартик, с вами я Даню. И да, этот день наконец-таки настал. Сегодня день хуина. Так, подожди, а вдруг ты не успеешь его выложить вовремя? Я все пропустил, я даже не успею. Ладно, немножко отойдем от этого грустного. И хочу вас поздравить с выходом самого ожидаемого топа на моем канале. А именно, топ-байтюберов 2023 года. Некоторые спросят, почему самый ожидаемый? Ну, для тех, кто был в танке, не следил особо за каналом, не читал посты в телеграме или вообще вылетел все из головы. Я вас понимаю, и сейчас все кратенько объясню. Еще в начале апреля я объявил о проведении голосования на лучшего бутюбера 2023 года. Но планы немного накрылись, так как была даже не первая половина 2023. Поэтому решил немного его перенести ближе к маю. Но и там был подвох. И из-за подведения ущербных оценок, мне выпал шанс исправить и улучшить оценки. И результат налицо. Но после этого у меня сильно отбило желание к роликам. И это очень было даже заметно, когда я лету выпускал по трейдеру к новым сериям Бейбайт. И то даже не часто. И так вышло, что все планы на лету я осуществляю сейчас. Так что вот такой у нас вышел экскурс. Теперь все вспомнили, пропитали с новой ненавистью за ожидания. И теперь могу вас представить. ТОП ЛУЧШИХ БАЙТЮБЕРАВ 2023 ГОДА. По вашему голосованию и с добавлением моих ненужных комментариев и рассуждений, почему данный автор стоит на таком месте. Ох, не терпится мне уже все начать вам рассказывать, но... Еще одно НО. Перед этим мне еще хотелось вам сказать, как именно будет проходить расстановка мест. Поскольку было 80 голосов, то каждый выставил свою оценку от 1 до 5. И таким образом, по вот этой вот формуле, мы видим, сколько людей поставил определенную оценку. И если тут оценка 3, то мы брали 22 голоса и умножали их на 3. И так с остальными на 5, 4, 2 и 1. И также под конец хотелось бы передать огромное спасибо людям, которые помогли в распространении голосования. А именно, Стас Бэй Блэдер, Антон Лемон, Шадов С3, Фримакс и Блэдер 3000. Ну и конечно, кратенький список людей, которые отдали свой голос любимчикам. Ну вот и теперь точно все. Напоминаю, что ТОП создан при вашей честности и голосовании. Так что, не бомбите, а заваривайте чаек, берите что-то вкусненькое. Ну и мы можем начинать. Восемнадцатое место неожиданно получил... Хотя довольно-таки даже и заслуженно, как он себя оценил и других участников в голосовании. Так, посмотрите, пацаны. Кто у нас голосует? Далфай. Смотрим, что он тут? Ой-ой-ой, 11, 5, мгм. 35, мгм, 400, мгм, 35, ладно. 11, 5, ух ты, 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 ух ты. Пацаны, я, конечно, все понимаю, но это дисквалификация. До свидания. Порок. Пиздец. Какая пиздец. Если я еще раз замечу у себя в комментариях по типу, он не плагиатит. Какие ваши доказательства? Даже если и плагиатит, то делает это он отлично. Нет уж, ну таких отморозков я буду просто моментально банить. Ведь быть настолько глупым, чтобы не понимать, как Влад А4... Ой. Муха добился такого результата. Можно просто умерять от стыда. Какое творчество такое место, Батик. 17 место занимает великий Баблэдбёртс Ваджен Чаннел. Или быть просто покороче, Баблэс. Великий канал, который я по глупости назвал лучшим каналом по бейблэдю в прошлом году... Что и сделал? Заслуженно сейчас стоит на данной строчке. Спросите, чего они так низко? Ну, отвечу. Их просто никто не любит. За попросту тупого контента с просто луживыми и неуклюжими обзорами. А ведь и они, и многие их считают лучшими в бейсфере. А вот какие-то ноунеймы бей-обзор вообще снимали парашу. Да, верим. Тут верю, вот тут плюс. Верю, уже верю, да, поверил. Да, я поверил, да, а шо? Да, да я, да, поверил, да, я, а шо? Да и само отношение к данному блогеру, Алёше, к аудитории просто скотское. Он ненавидит любой хейт в его сторону контента. Ссылаясь на отмазки, вы просто мне завидуете. Ах, очень. И это одно, когда ты имеешь дело сотрудничества с одним сайтом, который продает тебе за звездные цены бей. И потом по своей этой глупости в халявных розыгрышах ставишь ультиматум, чтобы поучаствовать не нужно платить. Тогда, как раньше, можно было смело сделать все требования и сидеть и ждать на свое везение. Ничего не имею против платных розыгрышей, но когда этот полуфабрикат делает халяву и совсем не понимает, что контент и деньги на этом не делаются, берет и делает вход платным. И это я вам еще не говорю, как он токсично относится к хейту его фанатской манги по Бейблэйду. Которой и мангой сложно назвать. Если честно, это манга... ГОВНО! Думаю, вы теперь поняли, почему у него такой хейт. Понятно. Понят, понял. Мусор, который выдает себя за индивидуальность, располагается на 17 месте. 16 место получает Бейсуслик. И тут я буду даже очень краток. А это кто? Не, я действительно не имею четкого понятия, что он за бейтюмер. Не в обиду, но походу и аудитория сама не определилась, что ей ставить. Ну, пожелаем удачи пацаненку в креативе и вдохновлении при создании новых роликов. Ну, а может и нет. 15 место Докзон. И тут я прям приофигел. Но видно, данный паренек не по душе многим людям в голосовании. И честно, мне непонятно. Вроде и контент оригинальный, то и работы хорошие. Хотя местами можно и лучше. Хотя как начинающий... А, ой, не начинающий. Ну, блин, я так это не знаю. Может, вы придумаете, за что он его ненавидит и любит. 14 место... Бейсшоу. Ой, тьфу ты. Анубис Хантер. Неожиданно, правда? Вот и я о том же. Вроде и любимец 10-ти тысячной... Эм... 9-ти тысячной аудитории. Но в последнее время один из самых токсичных поютюберов. И я сейчас объявил субъективных в кавычках мнения и отношения к своей аудитории. Начну сразу с банального. Он ненавидит, когда его поправляют. И говорят, где он не прав. Приведу пример его топ с худшими персонажами. Где тот же Килайн, Рашет, Сандер, Киямы... Ну, кроме Рамза. И братья Фасахи незаслуженно получили сильный хайд в свою сторону. Да, может они и не идеальны. Но и у той же легендарной четверки нет минуса. Да? Но он предпочитает так. Если персонаж ему не понравился по дизайну его штанов, характера или, боже упаси, то что он мистер мускул, можно пробить и дно об асфальт от кринжа. И да, мы помним о его великих дисклеймерах, где он предъявляет нам хлебало, что это его субъективное мнение... Серьезно, это теперь защитный щит на все отмазки и аргументы? О, бля, мы и не думали! Ясно! Нет, чувак, это немного не... Это не так работает немножко, тебе объяснить? Да мы не взяли байд уже на вашу думку. Кстати, прошу прощения, но ведь по факту я рассказал о хейте для... для бейшоу. Но как канал Anubis Hunter не затронул. Ну, как вам сказать, канал-то дрянь, с хреновыми распаковками и новостными новостями. Да, я знаю, что он отошел от ютуба и этого творчества, но он писал, что хотя бы будет постить новости и посты в сообщество. Эх, попрощаемся с токсичной легендой и переходим к следующему месту. Смотрите, не задохнитесь от своих амбиций. Бейшоу. Тринадцатое место. Беймакс. Один из немногих бейтюберов с очень обширным количеством разнообразного контента. От полноценных длинных роликов, как и амб. И дальше про него как-то сложно что-то еще добавить, но смотря на него и оценку от зрителей, видно, что и многие его либо не знают, либо считают контент средним, с чем, конечно, не могу спорить. Но смотря кто в десятке, даже и было сложно представить, что он будет даже выше, чем остальные. Ну, даже такое место я считаю приемлемым. Спасибо. 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 Двенадцатое место. Бейсторм. Не, ну пацаны, ну вы че, серьезно? Что это? Что это, блять? Почему новое поколение ничего нового, собственно, не придумывает для развития бэйсферы, а просто оставляет трейлеры и фрагменты из серии? И это все? Не, простите, но я не собираюсь такое комментировать и тратить свое время на таких вот парней. И этих выбрали парней из лучших? Вы че там с... 11 место бэйдрагон аниме вполне заслуженное место но и немного обидно что не попал в десятку лучше но такого мнения голосовавших которая сильно поддерживали таркошу за его добрый характер и попытки в качество но вот сами ролики прямо так скажем сомнительно ну окей есть как разговорные с его мнением так и шортс мв но вот по большей части проблема не в самом качестве и звуки а неожиданном хайпе шортсов ничего против не имею этого дела да и сам не раз этим методом пользовался но проблема в том что шорты это сильно отбивают аудиторию смысле если ты набрал красавчик за алгоритмами ютуба столько просмотров и надбрал дофига подписчиков это еще не гарантирует честную аудиторию который подписывается ради твоих разговорных роликов и этим сильно страдает обычный контент длинных роликов так что друзья рекомендую таким заниматься да и сейчас видно шорты сильно потупали в алгоритмах ютуба но если хотите попробовать похайпится а потом оказаться у разбитого карита ютуб шаст услышите там немара сбитых корейт хотя лучше уж конечно хайпите на больших ролик ну вот только небо прошу десятое место получает супер КИМО! Бэйблэй! Ой, то есть Бэйблэйбер? Марк, благодаря в свободному времени его отца с его кредитной карточкой небось, может себе позволить покупать оригинальные вовочки Атакар Томи. И делать на этом контент. Да, и не только на этом, он также и молодец. Новостные ролики снимает и куда же без пиратских серий заливает. И если обзоры, быть честным, наш уровень. Привет-привет, вау-вау, тест и всем пока. То есть, другими словами, плоховатые. Хотя вот командные турниры, не буду спорить, получаются у него хорошие. А вот насчет новостей в мире Бэйблэйда, вот тут он насчет новостей, они средние. Иногда он может чем-то удивить неожиданной новостью, но это бывает редко. Ну и подводя итог, его многие любят смотреть из-за прикольного. Приятный парень, ну вот только вот зубы. Меня не тычь! Девятое место. Фриберст, он же наш Макс. Это точно Макс? Макс, это ты? Привет! Я теперь экстремили слэй. Повторил тему с раскруткой популярности видеошортсов. Хотя он вроде и с них начинал, ну, сути не меняет. Ситуация вышла из-под контроля. Нестабильность просмотров и неактивная аудитория – прекрасный показатель видео и стримы. Но чем же он заслужил быть в девятке легенд? Это... За паренька. Он молодец. Да и просто он старается. Так что... В сторону этого парня я не могу. Ведь это байзун на минималках. Такой же контент, такая же съемка без особо сильного монтажа. Да и манера поведения у него немного схожа с байзунчиком. Не знаю, намеренно он пытается повторять за ним или вот от любви к его творчеству. Я точно не знаю. Но из плюсов могу отметить его постоянные обзоры и хорошую память в деталях волчков. А это показывает его алдолость и ответственность в своем подходе. За это респект. Молодец. Только вот старайся быть чуточку уникальным и самим собой. Седьмое место заполучает Волбард 209. Парень, занимавшийся крутыми турнирами подписчиков. Сейчас же он... Ну, все турниры удалил. И ни от чего не выкладывает. Нет, пацаны. Я при написании старания и не видел, что он из канала практически все оригинальное поудалял. И... Теперь мне прикажете его оценивать. Шестое место. Бэвзр. Оригинальный с названием так и прет. Но, отставив шутки, данный паренек молодец. 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 Честно, я и до расставления мест не знал о таком бейтюбере. И как только подбирал про него инфу, заметил, что он сильно старается над видосами. Хотя местами и берется материал, как у Далфа. Но, хотя в умеренном, что не делает его сплошным плагиарстером, как Далфа. Он пытается, и это очень сильно заметно. Начал бы он немного раньше, думаю, он бы добился большего, как Бэйшоу. Но даже этого хватает, чтобы за него порадоваться и подписаться, что и вам советую. И вот, попалась пятерка Олдов. Олды на месте. Это я, Олд. Это я, Олд. И открывает их Shadow S3. Все еще удивляюсь, как этот парень не бросает руки, несмотря на то качество, то не сильную большую коллекцию боев, хотя мы ничем не лучше его. Но он не сдается и продолжает делать свой индивидуальный и творческий подход к роликам. Даже несмотря на свободные темы и нет четкого плана, какой дальше ролик от него ожидать. Но это не мешает его просто, ну, ожидать ролик и следить за его жизнью. Он приятный и ламповый парень, с которым бы не стыдно было закрутить Бэйблэйды. Хороший парень на хорошем и достойном месте. Четвертое место. Барабанная дробь. Стас Библидер. Че не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Да, не удивляйтесь, я не ожидал, что его фанаты не смогут помочь ему в высоких местах, но имеем, что имеем. Стас удивительный пацан, который смог в удачное время найти ее рабочую схему, чтобы набрать огромную аудиторию, делая при этом относительно, ну, неплохие ролики. Его можно как критиковать в легкой схеме, так и в обычных роликах. Но, видно, людям этого и надо было. Сейчас же, из-за творческой кризы, он немного подзабил на ролике, но вот при окончании квадстрайка забабахал ролик с мнением о нем. Я ошибся! Я могу один раз ошибиться! Молодец! Лично я против тебя ничего не имею. Лишь бы ты не совал фуаи страны, к которой многие относятся негативно, было бы много утверждения касательно мнения. И думаю, побольше креативных идей, и тогда был бы ты красавчиком на все сто. Ведь думал, ты способен на большее, чем обычные топы. Иди нахуй! Нахуй иди отсюда! Иди нахуй! Третье место, но и, к сожалению, попадает Турбовангинус. И почему сразу сожаление? А потому, что он слишком хорош. Вы тронялись от друга хорош! И достоин первого. Да, и зрители, видно, со мной согласны. Но немного не хватило баллов для первого места. Он занимался тремя, по моей памяти, хорошими рубриками. Чем хороший и плох данный бэйтюбер, от худшего к лучшему. И, конечно, оправдание хейта некоторых персонажей. По типу, почему Айга неплох и Дельта неплохи от шоу. Мог бы парень и дальше даровать нас контентом, но... Его сильно потянуло в дизайн. И честно, я даже не против. Его работы это просто великолепное искусство. Если нужна крутая вот превьюшечка Ава и что-то крутое в его стиле, можете к нему смело обращаться. От такой красоты даже мужик заплачет! И даже не стыдно! Давай, вылезай, слеза! Итак, второе место достается мне. А кому же еще? Что вы думаете? Не, Винцини! Иди, Винцини! Ну ладно, я с этим местом полностью не согласен. Ведь этот чувак лениво-безидейная дрянь, который даже и не заслуживает такой аудитории. Ах, точно, не мой даже с аудиторией херня. Короче, я хотел бы его исключить и стопом, но... Голосом за него мама не говорит, так что даже и не знаю. Оставлять его под вашим вопросом. Ну вот, хоть шутить не разучился. Юмор это хорошо, это полезно. И первое место. Заполучил Антон Лимон. Ну а кто же еще? Ну я понял. И даже несмотря на то, что у него баллов столько же, сколько его синего чертика, мне пришлось выбирать, кто лучше. Ну и, понятное дело, я бы брал себя. Давай как-то самооценку поднимем. Был бы я, конечно, дал флайм, выбрал бы себя. Но победителем стал сегодня Антон Лимон. Это мне? Бля, ну это не мне опять. Молодец, Антон. Твой вклад и упорная работа не стало незамеченной, и многие оценили тебя по заслугам. Так что, друзья, нашим победителем в звании улучшенного ютюбера 2023 года найден. Это Антон Лимон. Вот этого я точно не ожидал. Ну вот у такого у нас получился долгожданный топ-ютюбер. Спасибо большое, что досмотрели его до самого конца. И еще раз напомню, что данный ролик является не моим субъективным мнением и топом, а именно все расставлено благодаря вам. Был причаст... Ну, некоторые смогли принять в нем участие, и ваши голоса были расставлены. Так что, если какие-то места вам уже сильно так и не нравятся, вините это во всем. Especially you! Я тут ни при чем. Я всего лишь смонтировал этот сраный видос и добавил от себя, от себя тяны и ненужных комментариев, чтобы ролик растянулся на полчаса. Ну, на этом буду потихоньку заканчивать ролик. Спасибо большое, что смотрели меня, и дальше вот я касательно будущих видосов даже не знаю. Хотя, те, кто подписан на Телеграм-канал, уже в курсе, о чем будет следующее видео. Но пока спорядить ничего не буду. Все, кто хочет узнать эти спойлеры, подписывайтесь на Телеграм-канал. Если кто-то такой нетерпеливый и хочет узнать спойлеры, то в первом же закрепленном кружочке смотрите их. Там всего их ты, не меньше трех минут, но всего они будут или минуты. Так что, если вам интересно, смотрите и подписывайтесь. Я вас жду. Так что вот и все, друзья. Спасибо за полный просмотр. Подписывайтесь на канал и Телеграм-каналы. Также поддерживайте ролик лайком или дизлайком. Те, кто считает, что я вообще не постарался и ролик мог выйти пораньше, будет мне уроком делать вам ролики один раз в полгода. Я пошутил. Или нет? Ну, понятно, я тебе всех наступающими праздниками. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok